Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня очередные заказы, покупки с сайта Валберис. И, конечно, если вы любите такие видео, присоединяйтесь ко мне. Возможно, для себя вы что-то найдете подходящее. Ссылочки все оставляю в инфобоксе. Дублирую их еще в закрепленном комментариях. У меня достаточно тяжелый пакет в этот раз. И, конечно, я заказала пуханую такую тварь на подарок. Вот так у коробки приходит. Выглядит вот так. Осторожно, стекло. Замечательно все упаковано, но я там еще не все проверила. Так, открываем. Надеюсь, красота. Я только одну баночку проверила. Вот так у нас идут, значит, картонки. В подарок продавец нам вкладывает вот такие наклеечки. Сейчас открою, посмотрим, сколько здесь листиков наклеечек. И самое главное, вот такие баночки кухонные. Упакованы отлично. Надеюсь, там нету битых со сколами. Сейчас проверю каждую банку. Первая банка пошла. Вот такая баночка. 900 мл. Возможно, у кого-то такие есть. Фотографий достаточно много в отзывах. Невозможно было не обратить внимания. Заказала я с русским языком наклеечка здесь. Вот такое прекрасное оформление деревянное. И мне нравятся именно на русском языке надписи. Если вам такие надписи не подходят, мне нравятся, там есть на английском. Что там написано, я не знаю. Не интересовалась. А вот на русском мне нравится то, что их можно еще и прочитать. Они просто так для красоты. Там какие-то надписи. Типа стильные. Выглядит все отлично. Железная крышечка закручивается. Ну, отлично все упаковано. Вторая баночка целая. Моя кухня, мои правила. Красота. Золотые слова. Попадаются легкие недочеты из стекла. Мне главное, чтобы лишь бы не трещины. Хоть на подарок, хоть себе. Главное, не трещины. Эти вот недочеты небольшие. В принципе, большой роли не играют. И, наконец-таки, последняя баночка. Все целое. Ни сколов, ничего нет. Отлично. Вот эти в уголочке написано 0,9 литров. Красота. Меню сегодняшнее. Ешь или оставайся голодным. Я надеюсь, вы надписи прочитали. В принципе, по ссылке можете пройти. Там внимательно все разглядеть и прочитать. И выбрать баночки, которые вам нужны в качестве шести штук. Также там есть продажи у продавца и в количестве трех штук. Так что и другие надписи на английском языке. Выбирайте, что вам нравится. В общем, вот такая прелесть. Я теперь себе их тоже хочу. Очень даже очень. Не надо бегать в экспрессе, гоняться за какими-то банками. Здесь шесть штук в наборе. Хотите три. В общем, красота. И цена просто замечательная. Но сейчас цена еще ниже на момент съемки, нежели купила я. Я купила за... В уголочке пишу. А в данный момент на рублей шестьдесят они дешевле. Где-то шестьсот тридцать с хвостиком рублей. Они сейчас, по-моему, продаются. Ну, шестьсот сорок рублей. Это вообще просто замечательно. Уместила все свои шесть баночек. Наверное, точно себе оставлю. Либо на подарок. А если я буду дарить, то подарю прямо в этой коробке. Хорошо все это упакую. Крафт бумагу. Перевяжу лентой. Хоть на Новый год подарок будет шикарный. Хоть на День рождения. Вот такое замечательное средство нашла на Валберес. Финек. Я про него раньше еще у блогеров, наверное, год назад видела. Я не помню, какой-то промежуток времени я видела. Ну, что-то не очень обратила внимание. В этот раз обратила, потому что у меня там появились проблемы с пятнами. У меня есть внучка, и она у нас кушает. И пятен просто хватает теперь везде. И я прямо очень стала нуждаться в таких средствах, как пятновыводители кислородные. Я, естественно, протестировала. Сейчас вам показываю в кадрах, что у меня получилось. С первого раза. Самое главное, что здесь пачка целый килограмм. И хватить его должно на год точно. Без хлора. Подходит для детских вещей. И считается этот продукт гипоаллергенным. Не содержит хлор, фосфата и другие примеси. При контакте с водой распределяется на кислород, соду и воду. Используется как самостоятельное средство для ручного замачивания, а также как усилитель моющих средств без содержания хлора. То есть вы можете вместе с порошком добавлять в машинку. Оно будет выводить вам пятна. Сзади на пачке вы всегда можете найти способ применения этого средства. По моему первому опыту, который вы видите в кадрах, это средство замечательно работает именно с крутым кипятком практически. И ничего не надо застирывать и напрягаться. Достаточно одной-двух ложечек, которые входят в комплект. Заливайте кипятком, держите полчаса, примерно час, в зависимости какие у вас пятна. И выполаскивайте. Я пользуюсь, вам показываю, здесь уже постиранные вещи, которые я пыталась застирать эти пятна хозяйственным мылом, еще что-то у меня есть. Но они посветлели, но не отстирались, к сожалению, в машинке. Теперь я вот этим средством как раз-таки эти пятна все убираю. Это средство предназначено для выведения органических пятен на чай, кофе, соков, травы, крови, ягод, губной помады, на белой цветной одежде. Самое главное, что и на цветной. Как видите, не седает на такие краски на моей, допустим, скатерке кухонной. Также загрязнение убирает с кухонной посуды, инвентаря, обивки мягкой и пластиковой мебели. О, кстати, тоже интересно, еще не пробовала. Ковров, устранение неприятного запаха при общедомовой уборке, удаление плесени и динфекция различных поверхностей. Средство и особо не имеет никакого ужасного хлорного неприятного запаха, оно практически без аромата. И мне нравится, что его много, целый килограмм. Буду использовать его дальше, применять его в разных сферах. Мне пока все нравится. И, как видите, пятна удалились все. В общем, красота. Да, помощник хороший этот, фенек, для домохозяек и хозяек, мам и бабушек. Далее, вот такая белая краска для, хотела сказать, для волос, реставратор для обуви, из кожи, кроссовок и подошвы. Ну, здесь написано из кожи, но я немножко по моей, как кожу покрасила, поэтому, надеюсь, все будет прекрасно. Это Дон Коттер. Видела много такой краски у девчонок, поэтому себе купила, потому что мне нужно тоже красить мою белую подошву, которую я уже затаскала. Естественно, я всю белую подошву в доме уже перекрасила. Вам вставляю кадры, показываю пару обуви тут тоже. Кстати, босоножечки белые, если у кого-то детские есть, ваши женские, и они уже такие неяркие, их тоже можно покрасить. И они будут как новенькие беленькие, или сабы, допустим. Цена у него скачет туда-сюда. Пишу вам в уголочке, какая у меня цена вышла. Отталкивайтесь от моей цены плюс-минус. Не забывайте о скидках на Валберес. Черные пятницы там опять пошли уже. Кстати, объем этого флакона 75 миллилитров хватит на всю семью. И не один раз вы еще покрасите свои белые кроссовочки. В общем, классно. Главное, не забывайте встряхивать. Так, мы тут всем семейством переболели. И не болели бы, если бы нам кто-то не помог в этом, конечно же. Так, и я решила докупить вот такие штуки, которые пригодятся нам еще. Ну, просто такая копеечная цена была. Я думаю, надо взять про запас. Ну, не дай бог, чтобы они понадобились, но все же. В этот раз мы пользовались. Пришлось у мамы брать, ездить вот этот пульсометр. Теперь уже благополучно ей вернула, потому что, не дай бог, чтобы пригодилась. Ну, пусть у нее будет свой. В этот раз купили, понадобились нам они впервые. Вот сейчас голос у меня еще охрипший. Ну, я решила их купить. В итоге они мне попались очень дешевые. То есть, 1,90 рублей, по-моему, вот этот. И вот этот 140 рублей. В общем, шикарная цена. Я заказала два на пункт выдачи. Мне разрешили все проверить. Они оба работали. Говорю, давайте оба заберу. Вдруг один сломается, будет запасной. В точно такой коробочке. Только красные. Мама мне приобретала еще, как только все начиналось. Пару лет назад. За тысячу с чем-то рублей. Точно такой же аналогичный. Тот же самый бренд. Сейчас он стоит 140 рублей. Просто красота. Все рабочее. Батарейки были в комплекте. Все работает. Все окей. Прям не знаю. 140 рублей я отдала. Может быть, все-таки попробовать 100 рублей вернуть на карту. Было бы приятно. Как вы думаете, стоит или нет? Может быть, стоит оставить положительный платный отзыв? Ну и внутри есть все эти бумаженцы. На русском языке. Второй уже вот такой. Другая модель. Но на русском языке как не делается. Так же идет ремешок. Какие-то новые бумаженцы. Тоже на русском языке. Инструкция по эксплуатации. Цифровой оксиметр. ЖК-дисплей. О, здесь уже цветная инструкция. Думаю, мы смотреть особо не будем. Проверим оксиметр. Схлястик. Вот такая штука. Тоже вроде бы работает. Показывает что-то по-другому. Ну и видим, что показывает нам частоту пульса, уровень кислорода. Все, что надо, показывает. Но на этом цифры почему-то поменьше у меня показывает. Ну, не знаю. Ну, вообще, выглядят они оба достаточно добротно. Думаю, наверное, у многих такие вещи есть. Прямо не знаю, что еще вам такого лишнего тут сказать. Дай бог, чтобы это никому не пригодилось. Также внутри, вернее, в упаковке были вложены батарейки. Одна и вторая коробочка на пункте выдачи по приходу были в суде. Их распечатали прямо в пункте выдачи при проверке. То есть никто ими не пользовался до меня. А самое главное, забыла показать к банкам вот эти наклеечки. Так, вот такая информация есть. Посудомойки мыть банки нельзя. Ну, думаю, я бы не мыла бы. Ручная мойка. А также нельзя на солнце, на подоконнике их ставить. Надписи могут, я думаю, просто выгореть. И в подарок нам приготовили вот эти самые наклейки. А наклеек, оказывается, не один листик, а даже два. Посмотрите, намного что могут пригодиться на любые баночки. Можно наклеить не только на эти. Жалко, что я купила не себе. Прямо так и показала бы уже с наклейками вам. Ну, посмотрите, оцените. Мне кажется, я бы эти наклеечки наклеила прям сверху на крышке. Далее, что я купила на подарок, на новогодний подарок. Это парфюмерия. Вы посмотрите, какая обалденная упаковка. Это прям мешок Деда Мороза. Естественно, первое, что пришло мне к голову, это, да, это же подарок. Подарок на Новый год кому-нибудь. И недорого, и бюджетно, и очень приятно. Это парфюмерия арабская у нас. У меня есть уже в коллекции парфюмерные мои. Уже есть у них ароматы. Очень нейтральные, приятные. Многие подходящие. Вот так все в пленочке идет. Достаточно, посмотрите, большая упаковка. Я ее уже снимаю. Вот, дарить я все равно без нее буду. Вот такой мешочек Деда Мороза, на котором написано Крис Адамс. Это и есть сам бренд арабский. 100 миллилитров у нас тут туалетная вода. По-моему, называется нам... По-моему, называется Choice. Ну, не знаю, правильно, неправильно. Вы там уже напишите мне, пожалуйста. 100 миллилитров. Я это снимать не буду, это же на подарок. Вообще пишет, что это парфюмированная вода, не туалетная. Так, вот так у нас здесь все прошито. Посмотрите, все вот так вот открывается. Деревянная бусина. Вот так открывается. И здесь внутри лежит парфюмчик. В картонной упаковочке. Сильно вынимать не буду. Выглядит это все вот так, красиво. И вот этот сам флакончик. Все безопасно, как мы видим. Посмотрите, вот такой большой 100 миллилитровый флакон. Кстати, хорошее такое нормальное стекло. Не могу сказать, что оно бутылочно выглядит как-то. Четкие грани. Изверистая форма. То есть крышечка такая. Пластиковая. Надпись напечатана без наклеек. В общем, с виду прекрасно выглядит на подарок парфюм. Даже мне такой тоже захотелось. Вот такая красота. Так, открываем плотную крышечку. Крышка, конечно, вот какая. И не бюджетная выглядит теперь очень. Распыление отличное. Аромат сам по себе пряно-цветочный. То есть здесь вы почувствуете легкие ноты пряности. То есть гвоздики. И легкую горечь пряностей. Также в этой водичке присутствуют парфюмерные. Это и жасмин, роза, лилия, иланг, иланг. Зеленые нотки иланга вы уловите здесь. И в базе здесь должен быть очень приятный мускусный шлейф. Мускуса, слава богу, я вонючего, противного не слышу. То есть аромат очень приятный. Он такой, знаете, даже древесные нотки здесь прослеживаются легкие. Он сладкие ноты цветов. Именно цветочные сладкие ноты. Никаких фруктов я здесь не слышу. Слегка пряный, зеленый, илангово-цветочный аромат. Жасмин, не забывайте. Здесь как бы один из солирующих цветов. Аромат мне понравился. Я теперь себе его тоже хочу. За 404 рубля. Прекрасный подарок и мамам, и бабушкам, и подругам. Кто что любит, имейте в виду. Я себе тоже такой теперь аромат прикуплю. А этот я взяла на подарок. Так что, возможно, моя идея кому-то подойдет. На новогодние праздники. Аромат не слышится дешевым. У него есть легкая игра. То есть он не плоский, жутко, нет. Не сильный гриф. Ну и не прям как плоский башмак, нет. Приятный, нравится, все себе покупаю. Ну, на мой вкус. Вкус у всех разный. Не удержалась, приобрела себе еще одни носочки. Вот такие. Но вы у продавца их больше не найдете. Я у них, по-моему, у продавца забрала последние. Как я их забрала, так они все исчезли и больше не появляются. Они производства Китай. Ну, не знаю. Будут, не будут. Ну, вот с момента заказа я пока не вижу. Написано, что на складе нет. Ну, не знаю. Цена у них была просто волшебная. Грех было пройти мимо. Что-то там, сто с чем-то в уголочке пишу. Аманда, Китай. Женские носочки. Вот так вот они все выглядят. И они очень красивенькие. И все вот с такими приколокольными сердечками. Ну, а теперь с этим кислородным отбеливателем. Фенек. Я просто буду их легко отбеливать. Я вообще не люблю белые носки. За то, что с ними возиться надо во время стирки. Но с фенком, я понимаю, возиться мне не придется. Он прекрасно все отстирает. Вот так выглядит сзади носочки. Мне прям очень нравится. Пять штук в комплекте было за сто с чем-то рублей. Просто шикардосная цена. Не знаю, возможно появятся. Обратите внимание. Ссылку я вам, конечно, оставлю. У продавца спросите. Я не интересовалась. Горошечек. Звездочки у нас. Опять же тут сердечки умилейшие. Черные сердечки. Опять красные. Полосатенькие. Размер 37-41. Хлопок, спандекс, полиамид. Ой, ну они прям таки плотно тянутся. Прям тугие, я бы сказала. Тугие. Прям будет очень сильно облегать ногу. Это, наверное, прикольно. Но эти носки я покупала на выход, конечно. Под кроссовочки свои. Красота. Такое разнообразие. Надеюсь, мое видео для вас было чем-то полезным, развлекательным. Мне лично все нравится. И всем довольна. И уже готовимся к Новому году потихонечку. И дай бог, что мы в этом году для нас был веселым и радостным. И дай бог, что мы проводили этот год радостно и встретили счастливо Новый год. И он принес нам много радости и счастья. Так, ну на этом все. Поставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь. Желаю всем хорошего настроения. Всем пока.